Всем привет, друзья! Мы находимся на наблюдениях астрономических, поэтому вы смотрите мой видеоблог «Будни звездочета». Прямо за моей спиной. Вот это вот яркая область. Это не что иное, как крутые серебристые облака. Знаете, редко на наших широтах в июне можно увидеть такую красоту. Серебристые облака – самые высокие облака в атмосфере Земли. Они находятся на высоте около 80 километров и подсвечиваются лучами солнца из-под горизонта. У меня есть подробное видео об этом явлении. Ссылку на него я оставлю в описании. Но на наблюдение мы поехали не за облаками. Главной целью была трансляция полутеневого лунного затмения. И я столкнулся с кучей проблем. Не работал интернет, я забыл плату захвата и прямо перед стримом пришлось возвращаться домой за ней. А это километров 20. Но в итоге, хоть и не без косяков, но все получилось. Сегодня я для себя также выяснил, как и вы могли выяснить. Сравнил затмение 10 января с затмением 5 июня. В общем-то, изначально это было, наверное, понятно. Но так или иначе, 5 июня затмение было, ну, совершенно неэффектным. Можно сказать, вообще-вообще неэффектным. Потому что только в самый момент максимальной фазы было видно, ну, небольшое потемнение южного края Луны. И практически сразу оно пропало. Вторая задача, которую мы выполняли после наблюдения лунного затмения, это наблюдение спутников Starlink. Это уже седьмая партия спутников Starlink. Буквально на днях она запущена. И, что характерно, хорошо должно наблюдаться на территории России. Даже у меня в Вологде. Но у нас есть один небольшой нюанс. У нас белая ночь. Чтоб вы понимали, друзья, вот такая яркость неба сейчас у нас час ночи. Но, как сказали наблюдатели, которые еще вчера смотрели Starlink, вот эта партия спутников достаточно слабенькая. Ну, что-то третья с половиной-четвертая звездная величина. На нашем небе объекты такой яркости увидеть практически невозможно. Но мы попробовали. Начало пролета Starlink у нас ожидалось в 0 часов 15 минут. И первым делом я навелся на звезду Спику из созвездия Девы. Вот она в кадре. Starlink должны были пролететь рядом с ней. Старлинков я не увидел, но меня ждал другой сюрприз. Метеор, метеор яркий был прямо в кадре. Болид оказался очень крутым. Спика первой звездной величины. Посмотрите, насколько она слабее его. Далее я навелся в сторону Луны. Здесь через пару минут должна была произойти кульминация пролета Starlink. Они должны были пройти рядом со звездочкой Эта Змееносца. Мой друг навелся на нее в бинокль 20 на 60. Я снимал эту область неба на камеру Sony A7S с 50-миллиметровым объективом. В какой-то момент мой товарищ увидел пояс спутников. Я же на маленьком экране фотоаппарата их не заметил. Но когда посмотрел съемки дома на компьютере, Старлинки обнаружились. Вот как это выглядело и звучало во время наблюдений. Вон они. Где? Прямо над этим летят. Вот над Змееносцем. Вот той звездой. Блин, ну я их уже потерял, они спухли. Вот были только что над Змееносцем. И Змееносцем вот они. Прямо над ней прошли и просто спухли. В общем, с трудом, но увидели и сняли. На темном небе это сделать намного легче. Поэтому, если тоже хотите увидеть Старлинки, заходите на сайт heavensabuff.com, укажите свое местоположение и заходите во вкладку «Пролеты спутников Старлинк по запускам». Выбирайте Старлинк 7 и получите всю нужную для наблюдений информацию. Вот такие у меня сегодня результаты. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если впервые на канале, то подписывайтесь. Если вы хотите поддержать Астрочаннел, то вы можете это сделать на Патреоне. Ссылка в описании. А также нажав кнопочку «Спонсировать» на Ютубе. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!